Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы разберем случай рецидива бородавок на стопе после удаления жидким азотом. Действительно, к нам часто обращаются люди для удаления бородавок жидким азотом, и мы с успехом периодически применяем этот метод. Однако в случае наличия больших бородавок достаточно часто удаление такое состоится не полностью, из-за большого объема бородавки, из-за большой глубины ее залегания и, соответственно, неполном удалении жидким азотом. Я всегда предупреждаю пациентов, что примерно где-то не менее чем половине случаев может и в норме возникает рецидив бородавки. А часто не рецидив, а просто неполное удаление, все-таки рецидив – это появление новой бородавки, а вот недоудаление бородавки ведет к повторному ее росту. Если мы удаляем другими методами, например, лазером, электрокоагуляцией, радиоволновым методом, то рост так правильно наблюдается по периферии подобной бородавки по типу ведьминого кольца. То есть, когда в центре формируется рубец, по периферии формируется сама бородавка. Здесь, на картинке, мы с вами видим молодого человека, у которого непосредственно в передней части стопы повторно, вот на месте прямо удаления бывшего развелись такие покрытые белыми чешуйками плотными бородавки. Об этом указывает то, что на поверхности этих образований есть тромбированный капилляр, так называемые черные точки, ну и такие как бы ворсинки. Все это является подтверждением, что действительно бородавки, а не о мозолелости и так далее, натертости и прочие патологии в области стопы, от которых без сомнения нужно дифференцировать. Что я в таких случаях рекомендую делать? Обязательно обращаться раньше к пациентам. Почему раньше? Потому что мы рекомендуем повторное удаление уже через полтора-три месяца. Нужно внимательно посмотреть с помощью того же дерматоскопа или хотя бы опытного военно-морского глаза врача и повторно удалить эту бородавку. Часто после удаления жидким азотом она просто резко уменьшается в размерах. Иногда мы рекомендуем до удаления ее вот тем же самым радиоволновым методом либо лазером. Поэтому никогда не ждите того, что эта непосредственно бородавка должна полностью пройти и вот мы ждем, когда она повторно вырастет вновь до большого размера. Видите, что есть признаки недоудаления. Сомневайтесь в этом. Обратитесь к врачу на повторное удаление. Это вполне нормально. Лучше удалять маленькую бородавку, которая только начала расти на месте недоудаленной бородавки, чем уже удалять большой элемент. Но здесь пациент естественно вырастил большой элемент и не один повторно. Поэтому соответственно мы для начала прижигли жидким азотом. Вот вы можете видеть это метод камыша, так называемый, когда грубо говоря палочка с ваткой наворачивается и происходит прижигание. Есть ли аппаратное прижигание жидким азотом? Да, есть аппарат у нас криоиней, однако в нем расход довольно большой жидкого азота и плюс к этому мы используем его там, где нужна большущая точность, где какие-то маленькие кандиломы например есть, маленькие бородавочки, попеломки, которые нужно именно в эту часть донести тот самый жидкий азот. Азот здесь при таком размере бородавки в принципе использование криоиня как аппарата не очень, скажем так, показано. Поэтому здесь было просто удалено эти бородавки, которые мы раньше отметили перед тем, как удалять вокруг маркером, чтобы понимать размеры бородавки, потому что в момент удаления жидким азотом довольно проблематично понять, когда это все уже проморожено вот этой так называемой корочкой, да, инием, то сложно понять, какие размеры бородавки, да, в процессе. Поэтому в ряде случаев я прибегаю к тому, чтобы очерчивать бородавку маркером соответственно не смывающимся и удалять, чтобы смотреть вот проморозилась ли вся бородавка в процессе прижигания или нет. Как правило, соответственно, в момент удаления бородавки пациент чувствует неприятное или легкую боль или неприятное сжение. Однако потом, примерно через 20-30-40 минут, если бородавка довольно большая и мы довольно глубоко прижигали, то образуется соответственно уже достаточно значимый болевой синдром. В этом случае вполне возможно применение обезболивающих препаратов баралгин, пенталгин и так далее обычные противоболевые препараты, успокаивающие боль, анальгетики. Соответственно, вот в этом случае конкретно было прижигание бородавок достаточно больших по размеру, поэтому мы рекомендовали пациенту, чтобы он подобные анальгетики применял и относился нормально. Пациенту надо сразу объяснять, чего мы добиваемся. Мы добиваемся ожога. Ожога с жутким азотом, а значит, это и покраснение, и почти всегда формирование пузыря. Это вполне нормально и нужно сразу предупреждать пациента, чтобы он не изумлялся, что мы ждем в результате подобного удаления. При необходимости к риодеструкции различных новообразований вы можете обратиться к дерматологам, венерологам нашего медицинского центра Платная КВД в Москве. У нас прямая грамотная специалиста, которая занимается удалением различных новообразований. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.